Биоциноз Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Тема нашего урока – биоциноз, видовая и пространственная структура биоциноза. Особи не существуют на Земле, как изолированные особи. Они образуют в природе закономерные комплексы. Немецкий гидробиолог Карл Мобиус в конце 70-х годов XIX века изучал комплексы донных животных, скопления устриц. Он наблюдал, что совместно с устрицами обитали такие животные, как морские звезды, иглокожие, черви, ушанки, асцидии и некоторые другие. Ученый сделал вывод, что эти животные обитают совместно в одном месте обитания не случайно. Их объединяют общие требования к факторам окружающей среды. Комплексы живых организмов, постоянно встречающихся вместе в разных пунктах одного и того же водного бассейна при наличии одинаковых условий существования, Мобиус назвал биоцинозами. Биоциноз в переводе с греческого биос означает жизнь и койнос общий. Это исторически сложившаяся система взаимосвязанных популяций растений, животных, грибов и микроорганизмов, населяющих экологически однородную среду обитания. Сообщество растений, входящих в состав биоциноза, называют фитоцинозом. Сообщество животных, обитающих в пределах данного фитоциноза – зооцинозом. Комплексы микроорганизмов в воде, почве и в воздухе – микробиоцинозом. Иногда в качестве отдельного элемента в состав биоциноза включают также микроорганизмов – сообщество грибов. Примерами биоорганизмов могут являться смешанный лес, еловый лес, широколиственный лес, болото, озеро, пустыня и другие. Человек также может создать биоцинозы, например, сад или парк, только теперь они будут называться искусственными. И в отличие от естественных, не являются устойчивыми системами. Абиотическую часть среды, которую занимает биоциноз, называют биотопом. Биотопом может служить участок водоема или суши, это может быть берег моря или склон горы. Таким образом, биотоп – это участок территории или акватории с определенным набором абиотических факторов. С определенной температурой, влажностью, освещенностью, химическим составом воздуха или воды, силой ветра и т.д. Биоциноз тесно связан с биотопом, обменом веществ и энергии. И совместно биоциноз и биотоп образуют биогеоциноз. Таким образом, биогеоциноз – это совокупность организмов разных видов, обитающих на определенной территории. Видовая структура биоциноза. Виды, входящие в состав биоциноза, образуют видовую структуру биоциноза. В некоторых биоцинозах преобладающее количество видов – это животные, например, биоциноз кораллового рифа. А в других биоцинозах главную роль играют растения, например, березовая роща или еловый лес. Количество видов в разных биоцинозах различное и зависит от географического положения данного биоциноза. Чем ближе к экватору, тем богаче и разнообразнее флора и фауна. Наиболее бедными на видовой состав являются пустыни, а самыми богатыми – тропические леса. Если виды численно преобладают над другими видами в данном сообществе, то такие виды называют доминантами сообщества или доминирующими видами. Так, например, в биоцинозе ельник-зеленомошный, как, впрочем, и следует из названия, первым доминантом будет являться ель. Поглощая основную долю солнечной энергии, наращивая мощную биомассу, ель затеняет почву, нарушает движение воздуха и тем самым создает определенные условия, в которых могут обитать теперь определенные организмы. Таким видом вторым доминантой в данном сообществе, уже в приземном ярусе, является зеленый мох. Виды, которые своей жизнедеятельностью создают среду для всего сообщества, и без которых существование других видов невозможно, называют видами-идификаторами или видами-средообразователями. Так, в степи видами-средообразователями являются ковыль, полынь, чипчак. Иногда видами-средообразователями являются и животные. Например, сурок и суслик своими норами изменяют влажность почвы, создают определенные условия, в которых теперь могут произрастать определенные виды растения. И определяют таким образом и животный видовой состав, поскольку в данном степном сообществе теперь могут обитать многие виды насекомых, пауков, ящериц. Пространственная структура биоциноза. Виды организмов, входящие в состав биоциноза, по-разному распределяются в пространстве, в соответствии со своими потребностями и условиями места обитания. Пространственную структуру биоциноза, то есть его каркас или конструкцию, определяет прежде всего фитоциноз или сообщество растений. При совместном обитании растений разных по высоте в сообществе формируется ярусность. Ярусность – это вертикальное расслоение пространства биоциноза на разновысокие структурные части. Разные растения, обитая совместно, по-разному требовательны к условиям освещенности. Самый верхний ярус занимают светолюбивые растения, а на втором и последующем ярусе будут располагаться теневыносливые и тенелюбивые растения. Совместно с растениями по ярусам распределяются и животные. Так, в кронах верхнего яруса располагаются птицы, белки, а в нижнем ярусе – лисицы, зайцы, ежи, муравьи, черви и другие. Помимо пространственной структуры, организмы в сообществах биоциноза образуют также мозаичность. Мозаичность – это изменение растительности и животного мира по горизонтали. Мозаичность связана с разнообразием видов, с изменением условий почвы, рельефа. Мозаичность может быть вызвана и искусственно, например, вырубкой лесов. На вырубках теперь формируются новые сообщества, которые и образуют вид мозаики. Таким образом, сложная пространственная структура способствует видовому разнообразию сообщества и тем самым обеспечивает его устойчивость. В случае изменения среды, среди малочисленных видов всегда найдутся такие, которые смогут включиться в состав доминантов и даже занять их место, и тем самым способствовать дальнейшему развитию биоциноза. А теперь я предлагаю рассмотреть некоторые задания ОГЭ и тем самым закрепить пройденный материал. Первый вопрос. Какой фактор оказывал наибольшее влияние на формирование кронных сосен, изображенных на рисунке? Первая – освещенность, вторая – температура воздуха, третья – влажность воздуха, четвертая – влажность почвы. Отвечая на данный вопрос, следует мыслить таким образом. Поскольку сосна – это светолюбивое растение, поэтому на рисунке 1 показана сосна высокорослая, крона которой разветвляется на верхушке ствола, а на рисунке 2 показана сосна, которая имеет достаточно хорошо развитую крону. Следовательно, первая сосна, произрастая, наверное, в лесу, претерпевала конкуренцию, а вторая произрастала, скорее всего, на открытых пространствах. Правильным ответом на данный вопрос будет ответ под номером 1 – освещенность. Вопрос номер 2. В темном лесу многие растения имеют светлые цветки. Значение этого факта заключается в том, что эти цветки… Отвечаем следующим образом. Поскольку одним из важных процессов любого живого организма является размножение, значит, светлый цветок, светлый венчик цветка или яркий венчик цветка привлекает насекомых опылителей. Следовательно, ответ здесь будет правильный третьим, чтобы быть лучше заметными для насекомых. И еще один вопрос. Установите соответствие между примером экологического фактора и группой, к которой его относят. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Группы экологических факторов – абиотический и биотический. Напомню, что абиотические факторы – это факторы неживой природы, а биотические – это влияние одних живых организмов на другие. Таким образом, вирус гепатита отнесем к биотическому фактору. Химический состав почвы – это фактор неживой природы, следовательно, это абиотический фактор. Длина светового дня – это тоже абиотический фактор. Пыльца растений – это биотический фактор. И смерч – это фактор неживой природы, следовательно, абиотический фактор. Наш урок окончен. Спасибо за внимание. Добрый день, дорогие ребята. Мы с вами начинаем изучение раздела «Надорганизмные системы. 11 класс. Крымский вариант программы. Учебник Сухоруковой». Тема сегодняшнего урока – это экологические факторы, межвидовые отношения. Посмотрите, пожалуйста, план нашего урока. Это предмет изучения экологии, это классификация экологических факторов, основные закономерности действия абиотических факторов на организм, основные типы экологических взаимодействий между популяциями разных видов и экологическая ниша. Материал этот вы частично изучали в девятом классе, поэтому многое вам будет знакомо. Сейчас мы с вами только немножко что-то углубим, а что-то наоборот пройдем поверхностно. Итак, напоминаю вам, экология – это наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей средой. Экология – наука древняя. Экология изучает все абсолютно типы взаимоотношений, все виды взаимодействий между живыми организмами. И в настоящее время экология – это дисциплина комплексная, включающая в себя самые разные разделы. Напоминаю вам классификацию экологических факторов. Абиотические факторы – это те факторы, которые являются факторами неживой природы. Это влажность, это температура, это осадки, это рельеф местности, соленость среды, состав почвы и все, что к этому относится. Далее, биотические факторы – это абсолютно все живые организмы, которые влияют друг на друга и, соответственно, испытывают на себе такие же влияния. И, наконец, фактор, который в настоящее время приобрел огромное значение – это антропогенный фактор. Это хозяйственная деятельность человека, техногенная деятельность человека, которая значительно видоизменяет сейчас лик нашей планеты. Основные закономерности действия абиотических факторов на организм. Закон оптимума. Вспоминайте, пожалуйста, вы изучали, опять же, это в девятом классе. Звучит он таким образом. Каждый экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на организм. Посмотрите, пожалуйста, на этот график. По оси ординат отложена степень благоприятности фактора для данного организма или данного вида. По оси абсцисс – горизонтальной оси степень воздействия данного фактора. В данном случае, давайте, пускай это будет температура для наглядности. Посмотрите, пожалуйста, существует значение температур, при которых данный организм чувствует себя наилучшим образом. Это зона оптимума. Если снижается уже температура или же повышается, наступает зона угнетения. Здесь существовать можно, но уже не так комфортно. И если значение фактора доходит до каких-то критических точек, возможно уже гибель организма. То есть существование за пределами выносливости вида уже для вида невозможно. Эти границы не абсолютны. Они могут смещаться, могут сдвигаться в зависимости от различных условий. Следующий закон или правило. Правило экологической индивидуальности. Это значит, что каждый вид приспособлен к среде обитания совершенно определенным образом, выработал свои адаптации в течение процесса эволюции. И не существует двух видов абсолютно одинаковых по своим адаптациям. Явление взаимодействия экологических факторов. Вот это как раз то, о чем я говорила только что. Посмотрите, пожалуйста. Если температура повышенная или пониженная дополняется каким-либо еще негативным воздействием, например, высокая температура и высокая влажность, выдержать эту температуру становится уже труднее. Наоборот, значит, если температура снижается и добавляется еще, опять же, высокая влажность, добавляется ветер, пределы могут сдвигаться также по отношению к этому фактору. То есть эти пределы не абсолютны. И явление взаимодействия звучит так, что пределы выносливости вида или особи к данному фактору могут сдвигаться в зависимости от действия других факторов. Закон взаимокомпенсации экологических факторов. Он говорит о том, что частично возможна компенсация недостатка какого-либо фактора другим, но абсолютная замена невозможна. Например, при недостатке освещенности можно компенсировать фотосинтез увеличением количества углекислого газа в воздухе, или же, например, при недостатке солей кальция некоторые моллюски могут использовать соли в стронции, но полная замена фактора одного другим невозможна. Еще один фактор, достаточно интересный, иллюстрируется интересными картинками. Это закон ограничивающих факторов, или закон минимума. Закон Либиха, это химик Юстус Либих его предложил. Очень наглядное объяснение, что для существования живых организмов, нормального существования, необходимо оптимальное сочетание всех жизненно важных факторов. И даже при очень благоприятном сочетании основного количества факторов, но при недостатке какого-либо важного, уже нормальная жизнь невозможна. Например, растения. Хорошая освещенность, хорошая плодородная почва, достаточное количество углекислого газа и кислорода в воздухе, но отсутствует влага. Соответственно, жизнь такого растения будет невозможной. Есть организмы, которые очень узко приспособлены к каким-то жизненно важным факторам. Они могут существовать только в очень ограниченном их диапазоне. Такие организмы называются стенобионтами. Выделяют стенотермы, стенофаги, стеногалы, в зависимости от действия самых разных факторов. И организмы, например, крыса, которые являются эврибионтами, то есть широко приспособленными к самым разным факторам. Такие организмы, конечно, и виды имеют больше шансов на выживание при изменившихся условиях. Следующий наш вопрос – это типы биотических взаимодействий между живыми организмами. То есть самые разные типы, которые складываются в биоцинозе между живыми организмами и, соответственно, оказывают значительное влияние на их жизнь. Здесь показана основная схема. Сейчас мы разберем ее немножко подробно. Посмотрите, пожалуйста, основные типы взаимоотношений – это нейтральные, когда организмы напрямую не влияют друг на друга, взаимополезные, полезно-нейтральные, полезно-вредные, взаимовредные и вредно-нейтральные. Рассмотрим эту схему с вами подробнее. Нейтрализм. Это значит, что совместно обитающие виды напрямую друг на друга не влияют. Но, как вы знаете, все в этом мире взаимосвязано и не существует совершенно нейтральных взаимоотношений. Все равно, если где-то что-то меняется, то впоследствии это изменение скажется и на состоянии других экосистем, и на состоянии существования других видов. Эффект бабочки. Протокооперация – это уже разновидности взаимополезных взаимоотношений. Протокооперация – это когда оба вида извлекают пользу, но эти взаимоотношения не являются абсолютно необходимыми для двух видов. Например, некоторые насекомые, муравьи распространяют семена растений, некоторые птицы распространяют плоды, насекомые, мухи или пчелы опыляют растения, то есть эти взаимоотношения могут быть заменены какими-то другими взаимоотношениями, они не являются обязательными. Далее, мутуализм – устойчивое взаимоотношение, устойчивое взаимовыгодное сожительство организма разных видов. Это когда взаимное существование становится необходимым. Например, некоторые губоцветные, в частности клевера, пыляются только шмелями. Птичка-кедровка питается только семенами сосны кедровой, сосна сибирская, и, соответственно, ее распространяет. Симбиоз – это также неразделимые взаимополезные связи между видами, предполагающие тесное сожительство. Но, как вы видите, мутуализм и симбиоз являются очень близкими понятиями, и многие авторы их не разделяют. Или даже в объяснениях, или же в тестах одно понятие подменяется другим. Это не является ошибкой, это вполне допустимо. Следующий вид взаимоотношений – это полезно-нейтральное взаимоотношение, это комменсализм. Когда один вид получает пользу, другой не испытывает никаких воздействий. Существует несколько видов, несколько разновидностей комменсализма, основными из которых является, например, нахлебничество. Это очень удобная для нахлебника форма взаимоотношений, потому что сам он не является добычей для того, за кем подбирает остатки пищи, а получает, тем не менее, полноценный обед. Это, например, мелкие животные, млекопитающие, которые следуют за крупными и подбирают остатки их пищи. Это, например, рыбы, рыбы-прилипалы, которые следуют за акулами или за дельфинами и подбирают остатки их трапезы. Это шакалы, которые доедают за львами в саванне. Это вот многие другие организмы. Далее, сотрапезничество. Это не есть строго, в строгом смысле, комменсализм, потому что здесь в какой-то мере оба вида получают пользу. Это питание разными частями одного и того же ресурса. Это похоже и на нейтральное взаимоотношение, то есть животные не конкурируют между собой, хотя являются травоядными. И это похоже в какой-то мере и на симбиоз. То есть они друг другу не мешают, не помогают, но питаются одной и той же пищей. Комменсализм – квартиранство. Это тоже классический пример, яркий пример комменсализма. Это когда один живой организм, один вид использует другого в качестве жилища. Здесь показаны растения, лианы, эпифитные растения, которые поселяются на стволах древесных растений, не принося им никакого вреда и, соответственно, пользы не принося тоже. А сами для себя имеют площадку для жизни. Следующий тип взаимоотношений – это хищничество. Это уже вредно-полезные взаимоотношения. Хищник, конечно, получает пищу, питаясь живой добычей, ну а жертва, соответственно, попадает ему в лапы. Здесь что интересно, здесь идет взаимная эволюция этих видов. То есть хищник приспосабливается к тому, чтобы наилучшим образом совершенствовать свои охотничьи навыки, а жертва совершенствуется в плане избегания или встречи с хищником, или же какую-то защиту от, если попадется ему в лапы. То есть идет взаимная эволюция, коэволюция этих видов. И, соответственно, оба вида совершенствуются. Паразитизм – это такая форма взаимоотношений, когда один вид использует другого в качестве источника пищи и среды обитания, и при этом возлагает на него свои обязательства по регуляции взаимоотношений с внешней средой. Приспособлений к паразитизму огромное множество. Паразиту невыгодно истреблять своего хозяина, потому что он лишится крова в таком случае, но хозяин испытывает значительное давление. Паразитами бывают бактерии, паразитами бывают грибы, вирусы все являются паразитами, паразитами бывают растения и животные, конечно. Паразитические черви или жадноклеточные животные. Среди других типов реже встречаются паразитизма. И еще один вид взаимоотношений – это аминсализм. Когда один вид угнетает другой, при этом не получая какой-либо пользы. Например, под густыми кронами хвойных деревьев или же густыми кронами лиственных деревьев не растут светолюбивые травы, потому что им элементарно не хватает света, то есть угнетают рост этих трав. Также хвойные растения выделяют фитонциды, которые угнетают деятельность бактерий. Поэтому в хвойных лесах так хорошо дышатся, и пребывание в них очень полезно для здоровья. Конкуренция. Этот тип взаимоотношений относится к взаимно вредным, потому что оба вида испытывают давление. Здесь возможны разные варианты выхода из этой ситуации. Либо же идет вытеснение одного вида другим, или же идет какое-то приспособление к взаимному существованию, то есть расхождение каких-то адаптаций, экологических ниш. Если это внутривидовая конкуренция, то, конечно, в первую очередь страдают особи старые, больные, ослабленные, которые вытесняются, которые гибнут, которые дают дорогу сильным. Конкуренция тоже способствует взаимной эволюции видов со схожими потребностями, потому что каждый старается совершенствоваться и, соответственно, выживать. Следующий наш вопрос – это экологическая ниша. Вот вы с вами сейчас рассмотрели очень много типов взаимодействия между живыми организмами, и увидели, что каждый вид нуждается в каких-то своих ресурсах. Это ресурсы пищевые, это ресурсы абиотические, то есть определенная температура, определенная влажность, определенная соленость среды и так далее. И в связи с этим экологами введено понятие экологической ниши. Это совокупность всех требований живого организма данного вида к условиям среды, а также его функциональная роль в сообществе, то есть какой он нуждается пище, кем он выступает по отношению к другим организмам, к другим видам, какой он предпочитает активность дневную, ночную и так далее. То есть по выражению Юджина Одума, американского эколога, место обитания – это адрес вида, то есть конкретная территория, где обитают особи данного вида, а экологическая ниша – его профессия. Закон конкурентного исключения сформулировал его Георгий Гаузе, это советский ученый, советский эколог. Если два вида имеют одинаковые экологические потребности, они не могут существовать в одной экологической нише. То есть как бы близки по происхождению, по образу жизни не были виды животных или растений, у них все равно экологические ниши в чем-то расходятся. И чем многообразнее экологические ниши биоценоза, тем он является более устойчивым. Рассмотрим пример различных экологических ниш конкурирующих видов. Близкие виды птиц, которые используют близкие ресурсы, используют они разные ярусы елового леса для питания. И хотя экологические ниши частично перекрываются, но в целом конкуренция снижается, это способствует выживанию всех этих видов. Итак, ребята, мы с вами рассмотрели основные вопросы вводного урока этой темы. Мы вспомнили, что изучает экология. Мы вспомнили экологические факторы. Мы рассмотрели основные закономерности действия абиотических факторов на организм. Это явление, законы и правила. Мы рассмотрели различные типы взаимоотношений между живыми организмами. И мы познакомились с понятием экологической ниши. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова